Божья любовь, милость и промысел Никогда не заканчивались и не закончатся на человеке до того времени Пока будет любовью побеждена всякая неправда и всякое зло Господь не проложен в своих обетованиях И он исполняет все то, что он обещал Адаму А через Адама всему человечеству В сегодняшний день встретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа С праведным Симеоном заканчиваются рождественские праздники Исполнилось то, что Господь обетовал, сказал и исполняет Император, правящий Птоломей II, хотел иметь в своей библиотеке Священное Писание иудейского народа, потому что он сам был язычник И он попросил, чтобы ему дали толкователь этой книги И чтобы оно было переведено на греческий язык Поэтому было собрано 72 ученых мужа Почему в кругу богословских наук и учений Называется перевод 72 толковников То есть каждому ученому мужу выпала книга Или часть книги перевода на понятный язык для правителя Для святого праведного Симеона Богоприимца Выпала часть книги святого пророка Исаии Где были сказаны слова «Се деву очерева приимет и родит сына И нарекут имя ему Иисус» И после Рождества остается девой Эти слова возмутили его сердце И он взял в свои руки ручку и хотел исправить Думал, что это ошибка написать жена Но в то время ангел Господень, явившись, Симеону взял за руку и сказал Симеон, имей веру Божью Ты не умрешь до того времени, пока не увидишь на своих руках Спасение мира, спасение всего человечества И ангел стал невидим Завершился перевод Желаемое получил правитель Но не оставляли мысли святого праведного старца Когда совершится спасение рода человеческого Прошло 100, 200, 300 лет И историки говорят, и свидетельствам истории Одни говорят, что он прожил 311 лет А вторые 366 Это не имеет значения, этих 50 лет Самое главное, что старец Симеон видел Что вокруг него нет уже ни одного знакомого человека его времени И то мило его душу, и страх, и трепет приходил на него Иссякли силы, но он был поддерживаемый Божьей милостью и Божьим милосердием На мою мысль скудную Когда произошло и явилось миру спасение Родился Христос Эта весть разнеслась по всему Израилю И не обошла стороной из святого праведного Симеона Богоприимца Святое семейство совершило все, что необходимо по закону законодавца Который пришел в мир И он исполнил все до последней йоты И мы услышим в день крещения Когда он скажет Иоанну Крестителю Оставь ныне, ибо нам принадлежит исполнить всякую правду Совершилось таинство про образ крещения Это обрезание крайней плоти Завет Бога с человеком, человека с Богом И святый праведный Иосиф с младенцем Иаковом, своим младшим сыном Который будет именоваться брат Господин по плоти Божьей Матерь Пришли в Иерусалимский храм И первосвященник поставил не там, где все стояли женщины После периода очищения Но Пречистая Дева была поставлена там, где стояли Девы В это время и пришел старец Симеон Увидел необыкновенную чету Старца Иосифа, которого он знал по-видимому И увидел прекрасную Деву Марию с Богом младенцем на руках В ореоле славы божественной Он подошел к ним Взял жертву, которую они принесли Двух птенцов Совершил жертву приношения А также взял младенца И произнес такие слова «Ныне отпущаешь и рабатываю владыку по глаголу твоему с миром Як увидя с того чима и спасение твое Еже и сего толп пред лицем всех людей Свет в откровении языков И славу людей твоих Израиля И обращаясь к Божьей Матери, сказал Придет время, твое сердце пройдет оружие Ибо сей лежит на восстание и нападение многих Здесь была пророчица Анна, дочь Фанаилева Которая в супружестве прожила 7 лет Своим мужем и впоследствии прожила 84 года Она находилась в храме постоянно И начала пророчествовать о Иисусе Христе После этого таинства, я бы сказал Потому что действительно Это таинственный образ встречи Бога с человеком Исполнение всех желаний божественной любви Во спасении человека Иосиф и Мария удалились в Назарет Сделали распоряжение о своем имении О чем говорит святый апостол, евангелист Лука И под сумраком ночи они удалились в страну египетскую Куда повелел им идти ангел во сне святому Иосифу Почему в сумраке ночь? Потому что первосвященники и книжники Увидели и слышали слова Симеона Увидели, что совершалось в храме И они донесли Ироду о том событии Которое совершилось в Иерусалимском храме Пишет Дмитрий Ростовский И об этом свидетельствует Иоанн Златоуст Ирод уже желал гневом убить Богомладенца Потому что волши ушли другой стороной И Ирод остался осмеянным Так, дорогие братья и сестры Господь совершил все, что было ввелено им самим Через пророков, через Моисея И совершается до сегодняшнего дня Свет в откровении языка воссиял на Востоке То есть для нас с вами воссияла божественная благодать Святые апостолы, ученики Христовы Были на наших землях И в Ангелии, апостольские послания, деяния Они дошли до нас и свидетельствуют о том Насколько Бог возлюбил мир и любит человека Не пожалел своего иеродного сына Поэтому в этот день не зима встречается с весной А старец Симеон, утружденный годами Исполняется на нем пророчество Ангела Господом сказанное И он засвидетельствовал всему миру Что явился тот, который спасет человеческий род Как мы видим на этой святой иконе Это праздник матери Потому что в сороковый день Дорогие родители, мы с вами должны Кто имеет своих детей Принести своих младенцев Независимость Это мальчик, девочка После вашего материнского очищения в храм И посвятить младенца на служение Богу Принести в дар Богу То, что вы выносили под своим сердцем То, что вы воспитали своей кровью, любовью, теплотою А самое главное, божественную благодатью И когда человек посвящает своих детей И свою жизнь на служение Богу Тогда он счастлив Тогда он благословенный Богом Свет в откровении языков мы получили Как я уже сказал То, что крайне необходимо для нашего с вами спасения Но он лежит на восстании и нападении многих Иудеи Казалось бы, знали закон Ждали этого времени И, к сожалению, ждут до сегодняшнего дня Некоторые пришествия Мессии Мессия пришел Спас человеческий род Они ждали не такого Мессию Они ждали завоевателя И дождутся Антихриста Который начнет уничтожение В первую очередь из иудеев Упразднит закон и пророки Упразднит их не субботы Упразднит все то, что для них свято И для нас, язычников, бывших А теперь просвещенных учением Христовым Также придет закрытие царских небесных врат Ибо число оставшихся евреев и иудеев Которые возрядно пронзенного То есть взят на Голгофу Которое явится знамение Христа И уверуют в Христа Будут спасены Это говорит Христос о остатке Истинном остатке еврейского народа Потому для нас эти слова И прекрасны И вместе с тем страшны Чтобы попасть и нам в число избранных В Царстве Небесном Что касается пройдет оружие твое сердце Сказал Симеон Деви Марии И совершилось так Ее первые страдания Нарекания соседей Когда она имела в своей утробе Как говорит Дмитрий Ростовский Она претерпела и судн первосвященников Которые хотели обличить ее И в иудейской ветхозаветной церкви Был чин Когда был какой-то грех Господь являл какое-то знамение И тот самый Симеон Пришел в храм и совершил Вместе с Захарией И с другими первосвященниками Иерусалинского храма Этот обряд, этот молебен Но ничего не увидели Позор над ними Поэтому сказали Идите с миром Это было первое поношение От церковных людей Дальше насмешка от родных и близких И давайте вспомним Радуются небеса Ликоствует земля И беснуются Первосвященники и книжники Человеки завистливые Вместе с Иродом Ищут убить царя Царя спасителя мира Мы с вами видим и самое страшное Когда он учит Людей спасению Когда за ним ходят Тысячи, миллионы людей Приходят Как царица Савская Послушать мудрости Когда-то Соломоновой Приходят люди За исцелением Приходят люди Услышать слово Не все, конечно, имели веру И к немногим обращался Имеешь ли ты веру Что это я могу сделать Может быть, у этих людей Не было веры тогда Но когда они увидели Эти чудеса И хотели получить исцеление Как отец Бесноватого сказал Господи, верую Но помоги мы ему не верю То есть человек сказал правду В одном месте верует В другом не верует Она видела, как он воскресил Четверодневного Лазаря Сына Наинского и Довы Дочь Сотника И множество других чудес И здесь совет неправедный Осуждает на смерть Злоба опять дьявольская Выливается через человека Как когда-то через змия Прошел грех И здесь С одной стороны Проиходит спасение наше с вами Ибо только крестом Побеждается грех Насколько было страданий И мучений И вспомним Гефсиманскую молитву Господи Если возможно Да минует меня чаша сия Но не так, как я хочу Но как ты, Господи Ибо я на то пришел Чтобы спасти человеческий род Разве можно было матери Смотреть на такие страдания Безвинного Богочеловека Злоба не могла терпеть По воскресенье Христом Когда Божья Матерь Ходила на то место Где Христос был распят Как они старались Всячески уничтожить Чтобы памяти не было Они даже хотели убить Деву Марию Но Он благодатным своим покровом Покрывал ее И был Сын Спутником Своей Матери Бог хранит всегда человека Поэтому ей проходило Оружие страданий До самой смерти Она видела Как убили Архидиакона Штефана Она видела В темнице Апостола Петра Она видела И других Изгнанных За имя ее сына Все это было Страшным оружием Которое пронзило сердце Дорогие братья и сестры Сегодня благодатное время Сегодня день нашего С вами собственного спасения Господь ждет нас Не только в храме Он ждет нас в доме В молитве нашей С ним беседе Он нас ждет В всех таинствах Он нас ждет На каждом пути Чтобы мы призывали Имя Его Святое На помощь И как блудный сын Еще не успел сказать Господи Я согрешил Перед тобой Как отец Старец Старец Симеон Он носитель и помощник Он руководитель и путеводитель Нашей земной жизни Он врач и наставник Он учитель Он отец Он любовь И пускай эта любовь Никогда не оставляет нас Пускай всегда будет спутником Нашей жизни И когда Господь Захочет нас призвать Тихую пристань Царства Небесного Вместе с Симеоном Чтобы мы могли сказать Ныне отпущающий раба Повел дико По глаголу твою всемиром Яко видя стоочами Видели мы Старались по мере служить Тебе Господи Единому поклонялись Не оставь сегодня Мне грешного На этом жизненном пути Но сделай меня Одним из своих Рабов Который в Отца Небесного Имеет тихую пристань Царство Небесное С праздником Да хранит вас всех Господь